Планы США разместить новое ядерное оружие в Германии. Тема, которая наравне с беженцами выходит на первый план в немецких СМИ. Собственное расследование провели на телеканале CDF. Там стало известно, что на одной из авиабаз ФРГ уже в ближайшее время могут доставить американские авиабомбы. В бюджете США прописаны расходы на модернизацию немецких бомбардировщиков. Такие действия не только нарушают международные соглашения, но и действующие инструкции Бундесфера. На эти противоречия обращают внимание журналисты. С подробностями Иван Благой. Прогуливаясь по старому бункеру правительства ФРГ, экс-садсекретарь Министерства обороны Германии Вилли Виммер в эфире второго немецкого канала рассказывает удивительные для нового поколения немцев вещи. Как в самом конце холодной войны партнеры по НАТО хотели потренироваться в нанесении условных ядерных ударов по Потсдаму и Дрездену. Тому самому Дрездену, который в 45-м почти стерли с лица земли американские и британские ВВС. Все эти призраки прошлого хорошо бы забыть, но не получается. Американское ядерное оружие до сих пор в Германии, хотя еще в коалиционном соглашении от 2009 года был пункт о его выводе. Германия без ядерного оружия в ту пору ключевое требование свободных демократов. В федеральном правительстве мы будем заниматься тем, чтобы Германия в следующие 4 года стала страной, свободной от ядерного оружия. Так многое о немецкой политике, оказывается, можно узнать из документов, опубликованных на сайте Wikileaks. Шесть лет назад американцы были не на шутку встревожены. К ним послали гонца. Ноябрь 2009. Американское посольство в Берлине. Там встречаются советники Меркель по вопросам безопасности и посол США. Немец успокаивает американцев. Меркель не хочет выводить ядерное оружие. Уже после этой встречи в 2010-м Бундестаг обращается к правительству Меркель, чтобы оно потребовало убрать американские ядерные бомбы из страны. И ничего. Дальше больше. В ближайшие годы США хотят разместить в Германии еще более совершенное ядерное оружие. Речь идет об умных бомбах нового поколения Б-61-12. По мнению многих экспертов, они стирают грань между тактическим и стратегическим ядерным оружием. Вопрос к Ангеле Меркель от ЦДФ. Поддерживает ли федеральное правительство довооружение? Атомное довооружение в Германии. Мы будем разговаривать об этом в США. Возможно, Министерство обороны уже начало это делать. Я не знаю. Я уточню, и затем мы предоставим вам информацию. Все в будущем времени, как будто ничего еще не решено. Но как же так? Военные США в своем бюджете уже прописали расходы на модернизацию немецких истребителей-бомбардировщиков «Торнадо» для использования новых ядерных бомб. Канцлеру нечего сказать о работе на авиабазе Бюхель. Согласно американским документам, должны были уже начаться в третьем квартале 2015-го. Как вообще такое возможно? С ядерным оружием на территории Германии похоже, возможно, все. Если президент США и НАТО санкционируют применение ядерного оружия, то американские военные передадут его немецким летчикам, после чего военно-воздушные силы ФРГ несут удар атомным оружием по определенной цели. Это удивительная ситуация для страны, которая обещала отказаться от прямого и косвенного доступа к оружию массового уничтожения. Это тем более удивительно для страны, которая закрывает даже атомные электростанции под предлогом того, что мирный атом может представлять опасность. Более того, как показали журналисты ЦДФ, действующие служебные инструкции Бундесвера запрещают немецким солдатам применять ядерное оружие. Такие очевидные противоречия беспокоят Москву. Тренировки, связанные с вопросом подготовки и применения ядерного оружия личным составом вооруженных сил государств, не обладающих такими вооружениями, представляют собой прямое нарушение первой и второй статьи договора о нераспространении ядерного оружия. На днях появилась информация, что немецкие истребители патрулируют небо над Балтикой, то есть вплотную приближаются к границам России с полным боекомплектом. Теперь речь идет о новых ядерных бомбах в Германии. Вилли Виммер говорит прямо, зачем нужно американцам размещение такого оружия в центре Европы. Для защиты американских военных подразделений или для его использования с другими средствами против Российской Федерации. Это сознательная провокация наших российских соседей. Вот только зачем в эти игры играть Германии? Ответа на этот вопрос в эфире ЦДФ не прозвучала. Тем временем в глобальной сети стартовала целая кампания по сбору подписей за вывод американских солдат и ядерного оружия с немецкой земли. Инициатива, скорее всего, бесполезна. Если уж правительство Германии осталось глухо к требованиям Бундестага, то что может изменить какая-то петиция в интернете? И вам благой Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Первый канал, Берлин.